На этот дом страшно посмотреть. Похожая история произошла ровно неделю назад по улице Сака. Правда, судьба там распорядилась иначе. Погорельцы остались в живых. В этом случае пламя оказалось беспощадно. Ночной переполох случился на Кирпичной в частном секторе. Ирина Моха практически ничего не видела. На утром вся улица стояла на ушах. Соседи то и дело обмениваются мыслями и домыслами. Одна женщина утверждает, дом вспыхнул как спичка в три часа ночи. Другие уверены, алкоголь до добра еще никого не доводил. Двенадцатый дом тому подтверждением. Они там с компанией собрались вечером. Три человека было. Ну и все. Я только услышала треск, когда уже крыша трещала, выглянула в окно, уже был пожар. К месту вызова спасатели прибыли в считанные минуты. Но жилище уже не на шутку окутало пламя. Внутри огнеборцы обнаружили тела трех погибших. Двух мужчин 56 и 49 лет. А также женщины, личность которой устанавливается. Компания употребляла спиртное и курила. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Что именно стало причиной смертельного пожара, станет известно после проверки, которую проводит Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета. В тот же день утром тоже на Кирпичной. Но уже в Сычково загорелся чердак в частном доме. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В результате образовался прогар в перекрытии. Никто не пострадал. Причина выясняется. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.